Чё так не сделаешь, лишь бы обзор имел хоть отдалённо какую-то актуальность. Да, всем привет! Сегодня вы же могли догадаться по этому постеру и по заголовку обзора игры Control. Поехали! Сразу давайте кое о чём договоримся. В обзорах я не буду выставлять никаких оценок. Единственный у нас критерий будет то, что стоит игра того, чтобы на неё потратить своё время или нет. Так вот, в этом плане Control — самый обыкновенный проходняк. Если вы его пропустите, то ничего не потеряете вообще. Сейчас расскажу почему. Начнём, как это водится, с сюжетной завязки. Главная героиня Джесси Фейден прибывает в Федеральное бюро контроля. Бюро контроля, учёта и исследований паранормальных явлений, чтобы найти ответы на вопросы своего детства, которые как-то с этим бюро связаны, и найти там заодно своего брата. Героиня почти с порога встречает загадочного уборщика, который тут же предлагает рыжей красотке занять должность его помощника. Но, не дождавшись ответа, полунамёками даёт понять, что нужно двигаться вглубь здания. Так мы и делаем. И находим там мёртвым директора сего бюро. То ли он застрелился, то ли ему помогли, непонятно. Да и неважно. Джесси поднимает пистолет, и начинается игра. Пистолет оказывается непростой. Он как бы полуживой, и может принадлежать только избранному слэш-директору. И, конечно, наша героиня именно такой и оказывается. Далее вводная инструкция и главная миссия всей игры. Мы должны спасти бюро. Но бюро это не только организация, бюро это ещё и здание. Вот и вся подоплёка. И звучит вроде неплохо. И сразу возникает масса вопросов. Что за бюро? Что за паранормальное явление? Что за исследование? Что такое Джесси? Что не произошло? Что за брат? Почему директор застрелился? Кто такой уборщик? Почему он такой прикольный чувак? Вообще уборщик, кстати, самый прикольный чувак в игре. Дальше об этом ещё расскажу. И буквально с старта начинается главный косяк. Не самый главный, но такой косячок. Игра слишком старается быть таинственной. И слишком старается не дать тебе ничего. Намекая, что потом ты всё узнаешь. И ближе к концу она тебе явно уже говорит сейчас. Сейчас вот ты всё узнаешь. Всё будет окей. Ты поймёшь всё-всё-всё. Вообще. А потом делает небольшой переворот. И тебе ничего не дают. Дают совсем другое. Причём даются так хреновенько. И ты понимаешь, что всё, конец. И это не тот случай, когда концовка всё переворачивает. И ты сидишь с отвешей челюстью пялись в титры. Здесь происходит переворот, которого лучше бы не было вовсе. Он всё обесценивает. И больше похож на то, что авторы просто поленились найти внятное объяснение всему тому, что было до этого. Ладно, оставим сюжет в покое. Думаю, вы поняли, что от него ждать ничего не стоит. И на самом деле объяснить, в чём его главный косяк, главный косяк сюжета, без спойлеров довольно сложно. Окей, если с ним выяснили, то может тогда геймплей является тем, ради чего стоит купить игру. Скажу так, геймплей очень даже неплох. Не то, что неплох, он хорош. Но ничего выдающегося он вам не предложит. Контрол – это классический шутер от третьего лица с прокачкой как себя, то есть способности героини, так и пушек. Сделано стандартно и ничего примечательного не предлагает. Бегаем, стреляем, прячемся, используем особые возможности. Убиваем врагов. Всего врагов порядка 6-8 видов. Один раз изучаем их повадки и всё. Так до конца игры. Никаких вынужденных смен тактики не ждите. Будут боссы. Некоторые из них те ещё упыри. Прокачка тоже стандартная. Собираем ингредиенты и развиваемся. Джесси даже научится летать. И гипнотизировать врагов. Всё это пригодится и сделает перестрелки хоть немного увлекательнее. Правда, чтобы джест полностью прокачать, надо будет не полениться и пройти пару побочек, которые сделаны очень даже добротно. Если всё-таки возьмётесь за игру, то рекомендую их проходить. Так хоть что-то от игры возьмёте. Кроме основного геймплея есть ещё Астрал. Пара заданий минут на 3-4. Кроме последнего, оно чуть подольше. В целом прикольно, но я бы сказал, что идею до конца так и не развили. Через время даже не вспомню, что такое было что-то вообще. А могли бы из него сделать изюминку. Немалое значение в играх я уделяю персонажам. То, как они ощущаются, их харизме, их колоритности, их характеру. И здесь контрол ничего не может предложить вообще. Самый колоритный персонаж не главная героиня, не бывший директор, не другие выжившие сотрудники. Самый колоритный герой – это уборщик. И это не прикол. Он хоть как-то выделяется из всех безликих болванчиков, включая и главную героиню. Характер персонажей не передан вообще. Их развитие отсутствует полностью. В обзорах принято говорить про графику и физику. Физика игры на высшем уровне. Здесь огромный респект разработчикам движка. Все элементы локации разрушаются и выглядит это нереально реалистично. Вопросов в физике нет вообще и быть не может. Пару мелких багов в расчет не берем. Что касается графики. Я играл на самой обычной PlayStation 4, не на Pro. И хочу сказать, что PlayStation 4 способна выдавать более красивую картинку. Но сейчас не об этом. Я никогда в жизни не видел, чтобы PlayStation 4, да и вообще любая другая консоль, так пролагивалась в играх. Порой в полубое, когда виз, крик, какие-то вспышки, взрывы, число кадров в секунду падает до совсем неприличных значений. Играть почти невозможно. И я надеюсь, что это исправить с патчем или как-то вообще это изменит, так быть не должно. Это же консоли, разрабы, что вы делаете? Это же не какой-нибудь ком бюджетный. Кстати, контрол игра в открытом мире. Ну как в открытом? В условно открытом мире. Почти все события разворачиваются в здании бюро контроля. И хоть локация разнообразная, но это не тот мир, который хочется изучать. А вот за что огромный респект, так это за то, что контрол напрочь отсутствует скримеры. И что в итоге имеем? Все элементы игры выполнены или на нормальном, или на довольно посредственном уровне. И очевидно, что сюжет мог бы, даже не то, что мог бы, он должен был бы это исправить. Так было бы за что зацепиться. Но, так как этого нет, можете смело пропускать контрол. Те 20 часов, которые нужны на полное прохождение игры, лучше потратить на что-нибудь более полезное или хотя бы более интересное. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Жду ваше мнение в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok